В 1932 году в Советском Союзе началась паспортизация и зачистка городов от деклассированных элементов. Неугодных режим у людей задерживали эшелонами и отправляли в отдаленные уголки Сибири. Одним из таких мест стал отрезанный от мира безымянный остров Назина. Сюда, на безлюдную и совершенно непригодную для жизни землю, весной 1933 года в переполненном эшелоне отправились спецпоселенцев. Именно эти трагические страницы истории послужили основой для новой повести писателя Николая Гаврилова «Разорвать тишину». Впервые о Назинском острове писатель узнал из книги историка Игоря Кузнецова «Засекреченные трагедии советской истории». Всегда мы говорили так, миллионы у нас погибли, и это никак не воспринималось. Но если мы говорим, что у меня в семье или у кого-то в семье другой погиб кто-то, это уже трагедия, это близко. Поэтому нашу историю надо преломлять не через миллионы, а через конкретные трагедии, и тогда это будет восприниматься именно так. И вот именно художественная книга как раз позволила вот эти скупые цифры превратить в судьбы людей. Презентация книги «Разорвать тишину» состоялась в исторической мастерской Минска. Автор признался, что полтора года потраченные на написание книги были сложными. Документов сохранилось немного, поэтому данные по острову смерти приходилось собирать по крупицам. Написалась она, в общем-то, с одной целью. В конце книги там есть сюжет, где спавшаяся женщина и ребенок возвращаются на место, откуда они были отправлены на баржах, туда, на остров смерти, и женщина опускает в воду цветы в память о тех, кто там погиб, в том числе о своем муже. Я своей книгой просто отпустил те же самые цветы, кто прочитает, тоже опустит. Книга одобрена издательским советом Белорусского экзархата и вышла трехтысячным тиражом в издательстве Дмитрия Харченко. Книга, на мой взгляд, сопоставима с такими произведениями, как «Один день Ивана Денисовича», Александра Солженицына, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, сопоставима с точки зрения художественной и с точки зрения той глубины переживаний, которые открываются перед нами при знакомстве с этой книгой. Главные герои повести – 30-летний в рай с женой и сыном, реально существовавшая семья. Весной 1933 года по решению властей Минска их отправляют в Сибирь на спецпоселение. С этого времени их ожидают страшные испытания. В очень многих местах показана любовь. Это удивительное свойство, что удалось автору. Мать любит ребеночка, которая его убивает. Врач любит своего сына, свою жену, следует за ним и умирает за эту любовь, за любовь к ним. Сын потом эту любовь проносит до окопов, до войны и тоже показывает, что он понял урок отца. Там хорошая воспитательная книга, которая показывает, как надо жить, как надо быть людьми, как надо быть христианами. Там нигде нет вывесок, нет нигде рекламных таких, ну, как бы сказать, христианских лозунгов. Там этого нет. Там все внутри. Она рождена любовью, она говорит о ней, и она, ее и заканчивается, на самом деле. Книга Николая Гаврилова «Разорвать тишину» заставляет остановиться. Перенести тяжкие страдания в полной мере дается не всем. Но серьезно задуматься о ценности человеческой жизни и ее месте в бытии под силу каждому, хотя бы однажды.